Объяснуючих резервах можно мерковать усягу по одной лечбе. Зараз на Гомичне выкористовывается только коляд 27% от огонной колькости твердых коммунальных отходов. И хоть это больше, чем у среднем по Беларуси, але значно меньше, чем у шаргу инших краин. Ситуация тем больше несприяльная, что частка отходов находится на невицейных звалках. Неопочную чергу и по этой причине у некоторых районах так и не сдолили наблизиться до запланованных показчиков. У Гомицком районе годовые задания по сбору другостных ресурсов покой выконано только на 33%, у Ловицком на 34%, Житковским на 38%. И задача для усих на протягу 6 месяцев ситуация повинна змениться кардинально. А прича таго регионам не перешкодзить прислухаться и до парады, выказанной у адрес Хойницкого района, притягивать до сбору отходов у сельской местовости Жихаров, які мают у своей властности тракторы. Я ще один на керунок – организация по особного сбору другостных ресурсов. То есть, когда у нас стоят мусорки по разным видам отходов, ну и граждане сознательно подходят к тому, чтобы выбрасывая отходы, их разделять. Тогда у нас получается наибольший процент извлечения вот этих отходов. И мы можем задействовать их в производстве. По культуре так само есть над чем працавать. У восьми районах в области на каждую тысячу месту Жихаров установлены у сего четыре контейнеры для пособного сбора, отходы папиры, шкла электричного и электронного обсталивания, полимеров, автомобильных шин. Усёх это можно выкарствовать больше эффективно. Проблема экологичная и экономичная однодчасово. Сдасть на перепрасывку тысяч автомобильных покруктов настолько тяжко, что часто их просто выкидываешь у тех же лесах и на палетках, як выник природы отрывливая тонны додаткового сметти. Автомобильным шинам подчас посаджения авровоконкама надали особную увагу. До 1-го листопада коммунальникам дорожено пропрасывать пытания обстворения в каждом районе в области и городе Гомеля плясовок для бесплатного приема от населенства от прасованных шин. Яшедна тема сбор и перепрасывка металличного лому. По некоторых оценках на протягу года только из территории Гомельской в области у Россию незаконно вывозится до 20 тысяч тонн металлу. Гэта кля тысячи аутофургону. Видовочно, что такие объемы на улице не знайсти. Откуда берется гэта металл? Пытания для правоохонных службов. Межтым, на унитарном предприемстве Гомель Друг Чармед сегодня вильме затекавлены у додатковой сыровине. Ягенний захоп приводить до того, что зараз БМЗ до 60% металлу вымышлено набывать у России по далекой нитарных ценах, что на промыве уплывая на себе кошт и конкурентность продукции. Шукать додатковые креницы у таких умовах – житевая необходность. 350 тонн арматуры на Друг Чармед привезли с Туровского моста, який зараз находится на реконструкции. По заявках ожидаются выезды на предприемство, и в приватный сектор практически каждую субботу транспорт перепросовщиков уникироваются у везки и дачные кооперативы. Оказываем услуги, даже если есть большие партии лома у населения при закупке. А организовываем работу при необходимости в выходные дни, чтобы как-то заинтересовать население. Сирот приняты к решению так само. Закрытие мини-полигона у сельской местовости с организацией централизованного вывоза коммунальных отходов от местового населения, творение региональных центров по перепроизводству забруженных полимерных отходов и ликвидации неофицийных звалок при одночасовой активизации профилактичной работы.